Впервые в Зауралье открылась уникальная выставка, презентация старинных открыток и других работ первой в России профессиональной женщины-художницы Елизаветы Меркурьевны Бём. В Зору гостей представлены более 200 подлинных экспонатов, однако это всего лишь часть собрания работ известных художницей. Более подробное событие в сюжете наших зауральских коллег. Елизавета Меркурьевна Бём происходит из дворянского рода Индауровых. Родилась она в 1843 году в Петербурге. Елизавета Меркурьевна Бём с детства рисовала, любила рисовать. Она, как сама пишет, не помнит себя не рисующей. Вырезала из бумаги силуэты и очень хорошо, успешно у неё это получалось. Всё творческое наследие Елизаветы Меркурьевны можно разделить на два этапа – силуэт и акварель. Искусству силуэта она посвятила более 20 лет своей жизни. Иван Николаевич Крамской, поражаясь силуэтами, которые она создаёт, пристально следит за творчеством художницы. Однако же техника силуэта заставляет её напрягать зрение и уже к 90-м годам 19-го столетия зрение её катастрофически падает. Она отходит от техники силуэта. Тогда Елизавета Меркурьевна начинает создавать рисунки, в том числе и для открытых писем, известных сегодня как открытки. Впечатление необычайное. Я обратил внимание на открытки, где льдица детские выписаны с таким тщанием и с таким желанием их передать красивые, непосредственные. Вот именно те дети, которые ещё, как сказать, белые листы бумаги. Что на них написано, то и будет. Герои сюжетов Елизаветы Меркурьевны Бём невымышленные. Об этом свидетельствует подлинный снимок, где художница рисует ребятишек с натуры. Основные темы её работ – великие христианские праздники, Рождество, Светлое Христово Воскресенье. Также художница успешно создала серии открыток, посвящённых какому-то конкретному событию, например, такому как основание первой в России думы. Мы постарались показать в полном аспекте то всё, что она делала в течение всей своей жизни. Это и акварели, это, конечно же, в первую очередь и силуэты, это, конечно же, работа и над сюжетами для первых русских открыток. Мы не показали на нашей выставке азбуку, потому что планируем, что это будет отдельная экспозиция на дни празднования славянской письменности и культуры. А так, даже из всего того, что у нас на нашей выставке представлено, мы можем полностью говорить о всём творческом пути Елизаветы Бём. Экскурсия по выставке-презентации, которую провёл секретарь Курганской епархии Архимандрит Иннокентий, позволила узнать интересные факты о происхождении Елизаветы Бём, о её творческом пути и становлении. А это – целая эпоха, связанная с историей нашего Отечества. Яркая представительница плеяды художников XIX века Елизавета Меркурьевна Бём создала свой, новый стиль, прославивший русское искусство в России и далеко за её пределами. Наверное, одна из таких черт, которые мы сегодня пытаемся воспитать в нашем обществе – это патриотизм. Вот Елизавета Меркурьевна Бём, она была настоящим патриотом, это негромкие слова. Она доживала свою жизнь фактически в нищете. Но когда ей предложили продать её работу за границу, она категорически отказалась. Сказала, что это должно быть достоянием России. Вот это настоящий патриотизм, не на словах, а в жизни. Причём патриотизм выстретанный. Выставка-презентация работ Елизаветы Меркурьевны Бём задумана организаторами как передвижная. В ближайшее время экспозиция, включающая в себя графические работы, силуэты, открытки, акварели, книги, иллюстрированные художницей, рекламные проекты тех времён, посетит храмы, организации и учреждения города Кургана. Это курния, это наша история, это наша жизнь, в которой нельзя этого забывать. Надо всё это буду радовать, надо детям это всё показывать, обязательно детям, потому что им дальше жить. Ближайшая экскурсия по выставке работы Елизаветы Бём состоится в Богоявленском соборе, что на реке Табул, в воскресенье 20 ноября в 10.30, после Божественной Литургии. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии, для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова